Всем приветище! Сегодня у нас развлекательная программа, не игровая, но можно сказать игровая. Я зануда. Короче, сегодня разгрузочный день, никаких игр, мы просто будем с тобой болтать и развлекаться с ИИ, с нейросетью, которая будет рисовать нам различные рисунки по вашему заказу. Собственно, вчера я написал в своем сообществе, что нужна ваша помощь, чтобы вы позадавали мне вопросы, вы это успешно сделали на определенную тематику. Было очень много комментариев, огромное количество, из них я повыбирал кое-что, то, что подойдет к нейросети. Я говорил, что нужно подбирать простые слова, то есть там Хогвартс, НЭК и все такое, нейросеть это не распознает. Даже имена там, допустим, Вася, Петя и все такое, он это, наверное, не распознает. Ну, давай проверим. Вот, короче, нейросеть, вот так вот она называется, вы можете набрать ее в поисковике и перейти и попробовать самостоятельно что-нибудь, попросить ее нарисовать. И она обязательно рисует. Здесь внизу можно выбрать стиль, допустим, новогодний, 3D-рендер и все такое. Мы эти стили тоже будем пробовать, но сейчас без стиля. Давай, например, наберем Петя. Посмотрим, что нам нейросеть нарисует. Петя, Петя, ну-ка. Итак. Петя. В принципе, Петю она может нарисовать. Вот так вот, по ее мнению, выглядит Петя. А можешь еще одного Петю нарисовать, пожалуйста? Ой. Короче, значит, с именами у нее не проблема, да? Давай попробуем Гарри Поттер. Гарри Поттер. Нарисуешь мне его? Сейчас она подумает хорошо. О, ну, в принципе, в принципе, да, подходит. Ладно, ладно, ладно. С этим она знакома. А если я наберу Нэк, персонаж из игры? Хотя давай просто Нэк вначале наберем. Чисто поэксперименту. Я до этого, перед тем, как записать, я пробовал, у нее ничего не получалось. Видимо, она уже обучилась или что, я не знаю. Но хотя Гарри Поттер это такая известная игра. Ну вот, пожалуйста, Нэк. Видишь, она как бы не знает, что это. Кто это такой вообще? Значит, начнем. Вот комментарии, которые я пометил. Которые более-менее мне понравились. Тут и простые есть комментарии. Например, вот картина «Еда на тарелке». Самое простое, чтобы посмотреть, как нарисуют это, например, наша нейросеть. Картина на тарелке. Картина на тарелке. Давай, рисуй мне картину на тарелке. Дальше у нас будет «Сфинкс в парике». Очень красиво вышло. Это женщина в виде кегли. С такой интересной прической. Ну, в принципе, мне понравилось. Ладно, по одному разу. То есть рисуем. Второго раза у нас не будет. Хотя, ладно, давай еще один разок. Посмотрим, как он нарисует картину на тарелке. Дальше «Сфинкс в парике». Я сейчас уже начинаю вбивать. О, тоже... Это у нас клубки шерстяные. В какой-то таре. Ладно. «Сфинкс в парике». В парике. Итак, смотрим, что это будет дальше. Дальше у нас ДТП на китах. Вот это уже что-то поинтереснее. Как может произойти ДТП на китах? «Сфинкс в парике». Ну как, зачет, не зачет? В принципе, вроде бы похоже, что в парике. Но это не «Сфинкс» это какая-то... Погоди, он знает, кто такой «Сфинкс» вообще? Здесь уже конкретная мадам. «Сфинкс в Египте» стоит. Там вот, вот «Сфинкс», как выглядит. Подобие его, по крайней мере, да. Но ладно. Короче, я думаю, что мы минус нейросети за вот эту вот картину ставим, которую он нарисовал. ДТП на китах. Давай вначале спросим его, что такое ДТП. Он знает ли? ДТП, ты знаешь, что такое у нас? Ну, что-то тут куда-то в кого-то вроде какая-то машина врезается. Ну, давай теперь попробуем спросить, а на китах как это будет выглядеть? На китах. Давай. Это уже сложно, да. Мы начинаем ломать нейросети мозги. Собственно, и свои тоже. А если еще один разок попробовать? Дальше у нас будет код с рогами, но без рогов. Ну, это слишком сложно, реально, слишком сложно. Просто берем... Блин, жалко отсюда скопировать, хотя можно скопировать вот так вот. Код с рогами. Просто кота с рогами посмотрим, как он с этим справится хотя бы. А то код с рогами, но без рогов. Это... Я думаю, у меня компьютер взорвется. Это что, это рожки, что ли? А что? Код с рогами. Номер телефона, шифр. Звони мне, я расскажу тебе все тайны мира. Хорошо. А можно еще одного кота с рогами? И потом я приставочку сделаю. Код с рогами, но без рогов. Вот. Ну, это же не рога, это просто ушастый код. Рогами. Рогами. Вот так вот. О! Вот, так нормально. Он вначале не распознал, потому что там была ошибка. Так что вот, код с тремя рогами. Как тебе? Инопланетный какой-то, да? Ладно. Дальше у нас идет море и посреди него скала. Тоже как бы простенько. Вот, еще код с рогами обычными. Вот это уже нормально. Вот это уже нормально. То есть, как бы копировать тоже не вариант, потому что могут быть ошибки. Да? Я это как бы не учел. Море и посреди него скала. Ну, да, вначале я буду копировать в оригинале, как авторы писали свой заказ в нейросети. А потом я буду исправлять ошибки. Посмотрим, как она будет рисовать. Дали задание и вот как дали его с ошибками, так оно и выполняется. Значит, вот море, вот скала. Но это больше похоже, знаешь, на обрыв у побережья какой-то. Давай так вот напишем. В центре моря скала. Вот в центре моря скала. О, вот это уже похоже. Похоже, да. Отличненько. Дальше у нас идет докторская колбаса. Тоже все элементарно. Но посмотрим, как он ее нарисует. Это докторскую колбасу. Вдруг там доктор будет завернут в колбасу. Ну, в смысле, в рулетик. Итак, это похоже на хот-дог, да? Это похоже на хот-дог. Двойной хот-дог. Очень аппетитный хот-дог. Там даже салатик лежит. Ммм, вкуснотень. Дальше у нас идет кенгуру. Боксер. На боксера это не похоже. Кенгуру вроде видается. У него какие-то руки странные, как у какого-то ящера. Это кенгуру-осел, пожалуйста. Мышь покупает гантели. О, кстати, интересная вот эта штука. Посмотреть, как мышь будет покупать гантели. Мяч, пинающий футболиста. Тоже интересно посмотреть, как нарисует это. Что? Это даже не гантели. Это какая-то булавка. И тут голова мыши. Это что? Что это такое? Это рот, типа, машины? Что? Ну-ка, давай еще разок. Почему головы только здесь? Это забавно. Слушай, надо в оригиналах вставлять. О, мышь на крючке. Ну, мышка, кстати, няшная получилась. Вот так вот. Если голову оставить только. Вот так вот. То, в принципе, неплохо. А то, что ниже, это уже как бы, ну нет. Извините. Мяч, пинающий футболиста. Давай смотреть. Вот. Смотри. Вот так вот это выглядит. Но почему-то футболист все равно пинает мяч, но в обратную сторону. Как бы получается, мяч бежит за футболистом, да? Давай-ка еще одну картинку. Ну, тут тоже как-то непонятно, но... В общем, выставляйте свои оценки, товарищи. Черепаха летит в ракете. Посмотрим, как это нарисует. И давай мы изменим стиль уже. Допустим, пускай это будет 3D-рендер, да? Нет, советский мультфильм пусть будет. Или просто мультфильм, да? В стиле мультфильма давай. Ну, я вижу здесь огромную черепаху, но как бы... Как бы... Давай еще рисуночек. Ракеты здесь нет. Может просто написать черепаха в ракете? Упростить задачку? Вот. Пожалуйста, тебе ракета, а черепаха, ты здесь ее видишь? Хорошо, давай уберем... Летит черепаха в ракете просто. Ммм... Вот это, конечно, жестко. Черепаха и на голове у нее ракета... А черепаха в виде ракеты. Давай изменим снова стиль. Пускай это будет 3D-рендер. И следующее у нас мокрый огонь. 3D-рендер как раз должно подойти. Это мокрый огонь? Серьезно? Нет, это просто огонь. Давай без стиля. Ты сможешь без стиля нарисовать мокрый огонь? Чтобы... Там вода, которая горела. Это ж красиво, блин. Ммм... Вроде бы здесь огонь в воде стоит, да? В чаши какой-то. Нейросети пока что сложно это понять. Поэтому, ладно, не зачет по этому заданию. Никто стоит нигде. Вот это тоже классно. Философски так. Тут написано философски. Абстрактно должно быть интересно. Давай его смотрим. Никто стоит нигде. Как ты с этим справишься? Без стиля. Просто без стиля смотрим. Никто... Ну, как бы логично. Смотри. Ничего нету. И какой-то персонаж, человек стоит задом. И мы не понимаем, кто это. Это никто. Он стоит нигде, где ничего нет. Блин, круто справилась с нейросеть. А давай что-нибудь новогоднее. Снеговик загорает на пляже. Вот. Тоже новогодненькое. Посмотрим, как ты справишься с этим. Ммм... Зимний какой-то пляж. Давай изменим новогодний стиль на... Рисунок карандашом. Ну, вот, смотри. Пляж, пожалуйста. Снеговик, у которого, походу, ноги подняты вверх. Руки тоже подняты вверх. Это бумеранг. Или это у него рука так изгибается. Он трет себе нос. Короче, с заданием справился. Пляж, море. Пожалуйста, он загорает. Отлично получилось. Кот на человеке лежит. Здесь мы выберем другой стиль. Например, иконопись. Картина. Ренессанс. Вот, давай. Посмотрим, как с этим. А ты видишь здесь человека? Я вижу, что кот. Который в виде человека лежит и держит, как бы, руки в кулачке. Хорошо. Давай мы ренессанс заменим на хохламу, например. Ну, тут человек похож на камень, да? И кот тоже на камень. Ладно, без стиля давай посмотрим. Должно же получиться. Должно. Но тут какой-то спящий. Человека здесь нет. Давай мы изменим. Кот, лежащий на человеке. Так, ты справишься? Дальше у нас идет арбуз. Я думаю, нейросеть с этим справится отлично. Нет, нейросеть не справляется с котом, лежащим на человеке. Поэтому смотрим арбуз. И надо бы стиль было поменять. Потому что арбуз в обычном его нарисовании, в обычном стиле. Красиво, красиво. А давай ты нарисуешь 3D рендер. Посмотрим, как арбуз будет в 3D рендере. Хотя он такой же, наверное, и будет. Вот тебе арбуз в виде шара для боулинга. Отлично. Дальше у нас идет еж со скрипкой. Вот тоже интересно будет, как это выглядит, например, картина масла. О, ежик со скрипкой, пожалуйста. Как интересно получилось. Красиво. Очень даже. Дальше у нас идет русский Ванька в шапке-ушанке. Тогда надо что-то советское, да, наверное, выбрать. Советский мультфильм. Вот. Еще и смайлик, смотри, скопировался. Интересно, как он на смайлик отреагирует. Прикинь, сейчас смайлик вставит вместо лица Ваньки. Русский Ванька в шапке. Но это не шапка-ушанка. Шапка-ушанка, она по-другому выглядит. Шапка. Давай смайлик я уберу. Это на какого-то пионера похоже, только без... У него почему-то галстук здесь зеленый. Это Вань? Русский Ванька. Ну нет, нет, нет. Погоди. Давай вот так вот. Шапки. Давай вначале мы спросим, как нейросеть понимает. Шапка-ушанка. Шапка-ушанка. Как ты это понимаешь? Нарисуй нам ее. Может, я что-то не понимаю в этом вообще. В этой жизни нейросеть-то умеет. Пожалуйста, шапка-ушанка это человек в красном трико и в красной шапочке. Ясно. Все, проехали. Волосатый мужик, обмазывающийся маслом. Короче, давай просто нарисуем вначале волосатого мужика нейросеть. А дальше посмотрим. Дальше посмотрим, как пойдет. Я и весь комментарий, наверное, скопирую и вставлю. Посмотрим, как нейросеть с этим справится. О, волосатый мужик. Пожалуйста. Но у него, походу, еще и дети. А это доктор к нему пришел, да? Доктор трогает его за волосы. А теперь посмотрим волосатый мужик, обмазывающийся маслом. Как это будет у нас? Ну, во-первых, он не волосатый. А во-вторых, он держит туалетную бумагу, по всей видимости, в туалете, да? И пытается начистить себе башмаки этой туалетной бумагой. Вот эта вот подставочка для чистки обуви похожа. Дальше у нас идет мандарин на елке. Новогоднюю тематику надо выбрать. Стилистику, да? О, цифровая живопись. Жавопись. Давай посмотрим ее. Ну, смотри. Мандарин на ветке, но не на елке. А если мы выберем новогодний стиль... В принципе, там елка вдалеке. Здесь мандарин. И веточка тоже еловая. Интересная картина, в принципе. Даже, видишь, с фокусом. Фокус на мандарине. Сзади все замылено. Очень продуманная картина. Я бы поставил ей четверочку из пяти. Дальше идет у нас слон на скейте. Надо подумать, какой стиль подобрать к этому. Слон на скейте. Малевича давайте нам. Слон. По-моему, на нескольких скейтах. Почему-то у него хобот. А это что, одежда у тебя, что ли, какая-то? Так, подожди. Давай без стиля посмотрим. Ты сможешь нарисовать? Нормального слона на скейте. Тут у него какой-то скейт под каждую ногу получился. Это прям будущее. Слушай. Вот так вот будет выглядеть 2500 год. Вместо людей будут на планете обитать слоны. И у них будут скейты. А в ушах у них будет колбаса. Видишь, колбаса. А вместо хобота рука. Ну, в принципе, у них хобот и так рука. Ладно. Сова с мечом в руке, которая оседлала пылесос. Вот это сложная задачка, я тебе хочу сказать. Давай без стиля посмотрим, как это будет выглядеть. А потом я отрублю вторую часть предложения. И оставлю сова с мечом в руке. Это на меч не похоже. Похоже на полотенце. Сова собралась в баню, да? Причем, смотри, какие у нее ботинки роскошные. Она что, закупилась где-то в какой-то бешке, что ли? Что? В какой-то магазин блатной зашла? Так. Сова с мечом в руке. Давай просто вот так вот. Ну, здесь сова в одежке. Видишь, пуговки у нее там на груди. И какая-то дубина. Видно, пошла сова на разборке. Ну, холодное оружие присутствует, металлическое. Но это не меч, к сожалению. Так что троечка, троечка. Дальше у нас спросят. Дай роботу по слову собака и черепаха. Давай не по слову, а прям так и впишем. Собака и черепаха. Вот тебе, пожалуйста, собака. А вот тебе черепаха. Отлично справилась. Очень красиво получилось. Черный кот сидит на окне. С этим тоже должна справиться наша нейросеть. Но у нас здесь есть нюанс. У нас здесь написано черный кот. Как он определит это слово, я не знаю. Поэтому давай без стиля вначале опробуем. В принципе, черный он определил. Черный кот сидит на окне. Пожалуйста. Все есть. Крокодил на скейтборде. Скейтборда у нас просто в комментариях завались было. Ну, ладно. По-моему, это крокодил на серфе, да? Следующий у нас чел танцует на руках. И здесь он у нас будет применен гончарова стиль. Или гончарова. Как правильно? Ударение падает. Чел танцует на руках. По-моему, он здесь играет на гитаре или на контрабасе. Я даже не знаю. Давай попробуем Пикассо выбрать стиль. Как Пикассо нам нарисует танцующего пацана на руках. Ну, нет, нет, нет. Чел. Человек. Давай человек. Он просто не понимает, что такое чел, видимо. Ну, если картину перевернуть, то, в принципе, получится, что тут брейкданс. Но это не произошло. Ладно. Дальше у нас идет кот Император. Кот Император должно быть круто в 3D. О, ну круто же. Ну, круто же. Ты посмотри, какой кот. Как все классно прорисовано. Отличная картина в 3D. А если мы без стиля попробуем? Без стиля тоже неплохой котеич. Только с глазами есть какие-то сложности, да? Но в целом даже неплохо. Я бы тебе сказал. Я бы хотел, чтобы у меня такой был Император. Дальше у нас. Бегемет плевет по воздуху. Это бегемот, что ли? Это похоже на человек. Может, тут ошибка есть? Погоди. Бегемот плывет в воздухе. Давай по воздуху. Не в воздухе, а по воздуху попробуем. Ну, это похоже на бегемота. Я даже не знаю, кто это. Это какая-то чайка. Курица. Что это? Короче, а ты знаешь, что такое бегемот, который плывет? По всей видимости, он не знает, что такое бегемот. Потому что это похоже уже на корабль. Давай просто спросим, бегемот-то ты знаешь, кто такой? О, это похоже на человека. Но это точно не бегемот, поэтому... Ладно, читаем дальше, значит. Кот на танке. Ну, тут, я думаю, нейросеть должна справиться. Хотя, если она с бегемотом не справится. С котами у него вообще все отлично, на самом-то деле. Поэтому без стиля пробуем. Смотрим. Ну, пожалуйста, кот на танке. Только кот какой-то прям в шоке. И вообще меня на танк затолкали. Снимите меня отсюда скорее. Я хочу Китти Кэт сожрать. Сырный гном в джакузи. Сырный гном в джакузи. А он вообще знает, что такое гном? Вот вопрос в этом. Чувак пишет. Просто выдавил из себя первое попавшееся. Ну, это гном. Он в джакузи реально. Но сырный ли он? По оттенку... Похоже, что у него оттенок кожи. Но может это сыр такой. Так что тут как бы не понять. Ну, четверочку заслужил. Ладно. Борода крадется. Вот это тоже интересный комментарий. Давайте попробуем посмотреть, как это нарисует нейросеть. Выглядело бы прикольно. Это борода, которая на лице у человека. И она, видимо, куда-то крадется, да? Борода крадется. Это сложно. Ну, тут как бы... А если борода убегает? Нет. Борода должна быть на лице, понимаешь? Она не может быть у нейросети как отдельное существо. Поэтому борода только так. Лось едет на велосипеде. Вот это должно сработать. Я даже тут стиль какой-нибудь рисую на карандашом. Не, мозаику мы не выбирали. Мозаику давай. Мозаика. Вот она. В волосипеде написано здесь, да? Поэтому посмотрим, как он определит волосипед. Мозаика отличная. Лось присутствует, велосипед нет. И рога еще где-то как-то там вдалеке летает от лося. Словно он их сбросил. Значит, мы напишем велосипед. Ох ты, ну смотри. Вот тут вот есть велик. Есть велик. Тут даже сумочка у него, видимо, куда-то на бизнес поехала. Давай без мозаики стиля посмотрим, как это будет выглядеть. Лось на велосипеде. Он под лосем подразумевает человека, да? Лицо у него, конечно, смазано. Нет, но все-таки в мозаике было поинтереснее. Вот, пожалуйста. Наконец-то он допедрил, что от него хотят. Вроде получилось. Дальше у нас интересно, как нейросеть видит железного короля. Вот умный Атлантида. Атлантида, кстати. Давай Атлантиду попробуем. Атлантида. Как он видит Атлантиду? Атлантида это подводный мир, короче. Ну, вроде бы, если я не ошибаюсь. О, в принципе. Давай-ка мы здесь загуглим. Как выглядит Атлантида на самом деле? Атлантида. Ну, картинки похожи, да? Есть что-то схожее. Хорошо, продолжаем дальше. Железный король. Как это будет выглядеть? Железный король. Железного человека. Ну, в наших реалиях железный человек это реально король. Он крутой. Он спасает мир, все дела. Значит, смотри. Злой тюленд жрет пончик на горе, где свистит рак. Ох, какое предложение. Ну, ты загнул, конечно. Мне кажется, что он навряд ли это нарисует. Ну, ладно. Тут надо было запятую поставить, чтобы он более четче понимал твое предложение. Вот так вот сделаем. Вот это скопировать. Вот это удалить. Посмотрим, как он это нарисует. Ну, я здесь даже тюлень не вижу. Только здесь пончики где-то в горе. О! Это похоже на водяной круг спасательный, да? На котором плавать можно. Или диван плавательный. Ладно, а если на горе, где свистит рак? Рак вижу, а на горе ли он? Это непонятно. Возможно, даже под водой. Хорошо. Русалка села на шпагат. Тоже гениально. Все гениальное просто, как говорится, да? Картина. Какую мы картину выберем? Да, без стиля давай. Ну, на шпагат-то она тут не села, но русалка присутствует. То есть, задача не выполнена, поставленная роботу. Поэтому двойка ему. Здесь русалочка такая, смотри, без руки. Вроде бы, как она тут и села на шпагат. Ну, не совсем шпагат. Ей сложно это взять, понимаешь? Ей сложно. Ладно. Короче, ну, за рисование русалки даже не знаю, что тут. Двойку поставить, что ли? Огурец спит на старой кровати. Ух ты. Ну, это не похоже на огурец. Тут, но что-то спящее присутствует, да? Здесь на картинке у нас. А просто, если оставить, огурец спит. Огурцу глаза пририсовать спящие будет, в принципе, нормально. Просто куча огурцов. Ясно. Дальше у нас дед варит самогон в Казахстане. Привет Казахстану, кстати. Дед варит самогон. Просто давай оставим, потому что я навряд ли думаю, что он знает, что такое Казахстан. Ну, тут дед пьет шампанское. Ладно, хорошо. Давай дед варит самогон в Казахстане. Посмотрим, как с этим он справится. Если он так не мог понять, что такое варить самогон, то я думаю, что навряд ли он еще и в Казахстане справится. О, кстати, реально, смотри. Но тут он не варит, тут он уже пьет. Похоже, да? Но он в деревянном доме, это можно сказать, что он на даче где-то. Прикольно получилось. Медведь едет на одном колесе и жонглирует. Птичка несет хлебушек. Вот это ты, конечно, тоже загнул. Простые, короткие предложения я просил, но жонглирует. Ошибка там мне выдала. Итак, медведь, тут что-то реально жонглируется чем-то. И вот птичка, которая несет в хвосте хлеб, что ли, или что? Даже непонятно, птичка ли это, или рыба. И у нас вот ошибка есть, жонглирует. Пишется через О, жонглирует, да? Сейчас посмотрим, как в правильном писании нам нейросет нарисует картину. О, это что за медведь? У него два хвоста или три ноги. А это что у него? Когда было неправильно написано, было что-то более-менее похоже на запрос. А тут уже как-то далеко от этого. Хлеб на столе. Простая вообще задача. Нарисуй нам хлеб на столе. Да и не простую картину, а классицизм. Хлеб на столе, пожалуйста. Тут еще и даже пирожок нам нейросеть перерисовала. Очень красиво получилось. Дальше у нас. В лесу стоит дом, в котором живет медведь. К нему приходит каждый день Маша и мучает его. Вроде норм. Тут уж мультик надо снимать по вот этому сценарию. В лесу стоит дом, в котором живет медведь. Просто вот так вот возьмем. Ну, дома я здесь не вижу. Лес присутствует. Медведь присутствует. Здесь вот это вот тоже непонятно, что это такое. Давай мы уберем классицизм и без стиля попросим нарисовать. О, ну тут-то просто медведь в позе. Как будто увидел меня, а сейчас бросится на меня. Короче, дома нет, но медведь в лесу присутствует. Можно поставить троечку. Робот, нарисуй, пожалуйста, картину 2023 года. То есть будущее просит нарисовать. Давай, 2023 год. Как ты его видишь, нейросеть? Нарисуй его. Дороги. Просто пустые, сплошные дороги. Пустые дороги в 2003 году. Так, походу, в 2003 году произойдет какой-то коллапс. Нейросеть нам это. Давай-ка еще, еще запросим. Очень страшно. Очень страшно. Не хотелось бы такого коллапса, чтобы дороги были пустыми. Хочется, чтобы дороги были заполнены жизнью. Чтобы ходили и ездили машины. R7. Шифр. Шифр. Это нейросеть нам какой-то код отправила. Зашифрован. Его если разгадать, то мы получим ответ. Но я даже не знаю, что тут нарисовано. Снова шифр. Все. Нейросеть больше отказывается рисовать будущее. Не собирается больше нам его рисовать. Сова-волшебник с волшебной палочкой из Гарри Поттера. Ух ты. Ух ты. Ну, поскольку Гарри Поттер знает нейросеть, поэтому давай полностью скопируем все предложение. Сова-волшебник с волшебной палочкой, но из Гарри Поттера. Ну, значок похож на Гарри Поттера. Так что что-то где-то рядышком. В принципе, очень неплохо нарисовано, я тебе хочу сказать. Я бы, наверное, даже поставил четверочку этому рисунку. Помидор с рыжими волосами. Улетает в космос. Ох. Хотя бы рыжие волосы бы помидору нарисовать. А тут еще и улетает в космос. Что-то нереально. Просто помидор в космосе. А помидор с рыжими волосами. Такое возможно у нас? Рыжие волосы это слишком сложно. Да еще и на помидоре. Дорогая картина. Как ты ее нарисуешь? Как это будет в твоем понимании выглядеть нейросеть? Он понял нас, что нам нужна картина с дорогой, по всей видимости. Дорогая. Давай мы дорогая. Еще раз попробуем, конечно. И сейчас дорогая изменим на богатую картину. Ну да, дорога везде рисуется, поэтому богатая. Ммм, это по-твоему богатая картина? Люди за столом хомячут, да? Где-то в средневековье. Хорошо, следующая у нас биография человека. Как с этим ты справишься? Биография человека, ну то есть в книге. Человек написал книгу про свою жизнь, да? Правильно? Это должно как-то так выглядеть. Биография человека по нейросетски выглядит вот так вот. Ясно. Ммм, понятно. Короче, биография это все. А давай просто биографию оставим слово. А следующее у нас это Бэкст, играющий в Зельду. Ну, навряд ли она знает, что такое Зельда нейросеть. Но я сейчас ее спрошу. Так, биография все равно это человек. Давай напишем вот так. Зельда. Ты знаешь, что такое Зельда? А так меч в камне. Ну, очень просто, в принципе. Прикинь, он знает, что такое Зельда. Офигеть. А Нек ты не знаешь. Если я напишу вот так, подожди. Вот так вот. Ты знаешь, что такое Кнек? Ну, Зельда реально похожа на Зельду. Но это старая-старая древняя игруха, поэтому... А Кнек, скорее всего, он не поймет. Черный экран. Понятно. Отстань от меня, он говорит. Итак, последний комментарий на сегодня. Это меч в камне. Как ты с этим справишься? Да не простой меч в камне. А давай студийное фото. Меч вроде бы как присутствует. Ну, даже это не меч, слушай, а какой-то подсвечник металлический. Ну, там камень есть, торчит. Давай-ка еще разок. О, уже что-то похоже. Ну, тут на копье похоже рядом с камнем. Подожди, студийное фото. Давай Зельда. Студийное фото. Это то есть, ну, реальное фото настоящего человека. Как он Зельду сейчас тут нарисует? Мне вот интересно. О, принцесса. Ну, то есть, Зельда, он понимает, что это принцесса. И очень красивый принцесс. Ну, что ж, на этой красивой ноте мы закругляемся. Если тебе понравилось и ты хотел бы побольше увидеть таких роликов, взаимодействующих с подписчиками. По мне, так, это было довольно увлекательно. Тем более, это новые технологии, нейросеть. Оценивайте в комментариях, как выполнила ваша заказа нейросеть. И пишите также о том, хотели бы вы подобные ролики еще увидеть на канале. То есть, не игровые. Ну, а так, было весело, было интересно. Так что, не забудь поставить лайк под видео, подписаться, если ты еще не подписан. И увидимся с тобой в следующем ролике. Так же, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok